Доброе утро еще раз все! Мы рады приветствовать каждого. И, безусловно, большое ободрение. Господи, благодарны Тебе за это утро, Иисус. Мы так дорожим по именем Господи и осознаем, Иисус Христос, что каждое время совместное – это драгоценный дар, Господи, и благословение Тебя. Благослови этот час, благослови эту небольшую мысль к основному слову. Благослови нас на восприятие. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Евангелие от Луки, 10 глава, 20-21 стихи. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земле, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл младенца ей очи, ибо таково было Твое благоволение». И я хотел бы немного с вами поразмышлять о нескольких мыслях в этих двух стихах. Ну, во-первых, «радуйтесь» — это слово «кайра», и оно происходит от слова «благодать», то есть радость от благодати избавления, радость от благодати исцеления, как мы с вами пели. И также мы видим, как вчера говорилось также, Иисус радуется, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли». И, во-первых, мы можем также сказать, что на основе евреям 12 главы 1-2 стиха он, конечно же, славит Отца, и также его слава, безусловно, основывается на том, что он претерпит этот крест. Там описывается, что ради радости он претерпевает этот крест, он славит Отца. И также он благодарит, что утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцев. Интересно, да? Есть мудрые и разумные этого мира в космос, да? Мы можем сказать, это квалифицированные люди, имеющие редкую квалификацию, учёные различные, академики. И здесь также упоминаются младенцы. Да, и это, безусловно, являет нам картину о рождении свыше. Младенцы, которые родились свыше, и которые могут осознавать те откровения, которые являет Господь Бог сейчас нам в Духе Святого. Так, младенцы — это те, как мы можем поразмышлять, это те, которые родились свыше. Да, и они способны отождествиться с этой благодатью. Какой благодатью? Интересно, слово «радуйтесь» также имеет значение «приветствие будет». Приветствие в качестве благоволения. Ну, представьте, как взрослый может приветствовать младенца. Я подумал физически. Вот младенец, допустим, родитель или другой взрослый человек-родственник. Он обцелует этого младенца. Он будет любить его, радоваться. И вот таким приветствием я размышлял, приветствует нас Иисус Христос. Почему? Это приветствие радости и благоволения только лишь потому, что мы приняли эту жертву и потом родились свыше. Это картина Каина и Авеля. Авел принял эту жертву, у него есть приветствие и благоволение Бога. Мы также, вдобавок, можем сказать, что Бог любит также этих и мудрых, и разумных, и других людей в этом мире. И Он являет им этого младенца, этого жертву, через которого и они, приняв эту жертву, могут стать младенцами, то есть рожденными свыше Лососе Христе. И это удивительная радость, которая больше не отнимется у тех, которые приняли, у которых родились свыше, и у которых есть сейчас в это время церкви, в это время благодати, познавать и возрастать в благодати Слова Божьего, потому что Он открывает для них, потому что они уже родились свыше, и они способны воспринимать Его откровение. Аминь. Спасибо. Аминь. Спасибо, пастор Нурлан. Замечательное слово. Радость за учеников, радость за откровение Отца, радость младенцев, и радость, что это не отнимется у них. Господи, мы так благодарны Тебе за Твое слово. Благодарим Тебя за эти россыпи блаженств, которые Ты нам даешь всякий раз, когда мы погружаемся в Твое присутствие, в Твое слово, обучаемся и видим, Господи, Твой свет. Мы благодарим Тебя, Ты делаешь так, что мы обозреваем великую картину Твоего первого пришествия, обозреваем отклики и отторжения, Господь, и служение Твое, и тем, кто откликается, и тем, кто отторгает. Ты любишь всех, Господь. Мы так благодарны Тебе. Славься, Бог наш. Благослови и это слово. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас с вами 92-е слово посвящения по Евангелию от Луки. И мы с вами в 10-й главе. Очень интересные события, которые происходят, откровения, которые Бог дает. И мы видим накал страстей происходящий. Одни радуются тому, что, о, это все то, что Он говорит. Мы только послушали, и это все работает в нашей жизни. Да еще как! Невидимый мир подчиняется, и Он еще больше открывает. И ваши имена. То есть вы уже являетесь теми, которых Он спас. И совершенно точно, и определенно дается обещание, ваши имена написаны. Вы там уже будете. Слава Господу! 24 стих. А сегодня мы рассмотрим с 25 стиха. И далее. 24. Я говорю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите. И ученики на него смотрят, смотрят друг на друга. Это замечательная привилегия сейчас говорится. Слышать, что вы слышали. Они желали видеть и не видели. Желали слышать и не слышали. А вы видите. Они видят Мессию. Они рады. Они уже живут в том, что Мессия открывает и действует. Они идут, как будто вот 70 человек, идут подвое в разные города. И такие события происходят. Они радуются. Мессия идет вместе с ними. Господь Христос. Они видят Его. 25 стих. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «А откуда здесь взялся законник?» Мы не знаем. Было ли это то самое время, когда Иисус произносил эти слова ученикам. И, может быть, подошла еще группа. А, может быть, она там и была. Суть в том, что в законнике что-то такое отторгало Иисуса. Он искушал его. Слова он мог говорить самые приятные, уважительные. Он так и сказал «учитель». Уважительный. Если Иисус учитель, то это обозначает тот, кто так ему говорит, он смиренно будет слушать ответ для того, чтобы научиться. Но вот это слово «законник встал и, искушая его, сказал». Оно говорит, что он не согласен с такими определениями, которыми наполнилась эта местность. Ученики, слышал, ученики-то идут Иисуса. О, и такие дела сотворяют. «Ты видел, как того или другого человека, как из него бесов изгнали? Ты видел, как они исцеляют? А слова, которые они говорят, ты слышал слова? Да я слышу, как этот Иисус говорит». И законник – это почитатель закона, это учитель закона, он знал все. Это человек, который молился, присутствовал в синагоге, у которого были эти особенные принадлежности человека, чтущего закон. Это такие коробочки, филактерии. однако коробочка вот здесь находилась, это где ум. В филактерии это была коробочка искусно сделанная, и туда закладывались главные мысли и истории. Причем там было определенное количество букв. сейчас даже скажу, я где-то здесь записал у себя 1500, но они-то знают точно, а 1594 буквы не больше и не меньше, и кроме того, сами буквы так искусно были написаны, что если как-то рука задрожала или еще что-то, то уже считалось неправильное. Но для чего это было делалось? Это одна коробочка была здесь, на филактерии, на голове, там, где начинается, чуть-чуть выше волосиного покрова, где он начинается, а другая привязывалась, навязывалась на левую руку, на левую руку сюда, той частью, которая прикасалась к груди, где находилось сердце, и затем она завязывалась определенным образом на запястье или же на руке. Это был целый процесс, это было размышление, действительно, уважительное отношение человек показывал, кто он такой, и те люди, которые смотрели на него, а также они знали его, он мог ответить на разные вопросы по закону, и теперь, искушая, он задает вопрос, и цель его была, заключалась в том, чтобы посмотреть, они же не ошибется ли Иисус, не скажет ли он что-то противозаконное, и его вопрос звучит, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, он, его задача по закону была выполнять, делать, его служение было, и так оно великолепно описывается апостолом Павлом в третьей главе второго послания к Коринфянам, смотрите, служение букве смертоносной, Иисус дал нам шестого стиха, Иисус дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы исполняй, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит, если же служение смертоносным буквам Моисей, заповеди и сияние его лица после разговора с Богом, когда он сходил к людям и разговаривал с ними, а потом эта слава становилась все более блеклой, и он тогда покрывалом закрывал себя, чтобы не видно было этого исчезновения. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Иисус дает себя ученикам. Они идут по горам и весям, по городкам, поселениям и славят. Славят Бога, и они славят действиями, исцелениями, как мы пели, да, благодарю тебя за исцеление, за избавление, за откровение. И здесь этот законник, причем это законник, который противоречия искал Иисуса. Искал. Что мне делать, учитель, чтобы наследовать жизнь вечную? Такой вопрос, кстати, звучит и в Евангелии от Матфея в 19 главе 16 стихе, когда молодой правитель Израильев пришел к Иисусу и он искал, но он также говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Жизнь вечная, это же мечта, жизнь вечная. Ученые сейчас открыли, что человек живет вечно, его душа живет вечно. Они открыли тот феномен, что душа, сознание человека, оно не живет в мозге у человека. Оно за пределами. И даже тогда, когда мозг отказывается работать по причине клинической смерти, душа жива. Были поставлены тонкие эксперименты, записи все, люди ворчали, которые исследовали, они не верили, что это действительно происходит. Написаны книги, это написано и в Библии. Когда апостол Павел шел по городам и вот в иконе, по-моему, его побили камнями, вынесли за город, бросили его, считая его умершим. И ученики, которые были рядом с Павлом, они стали плакать. И вдруг он встрепенулся, а потом во втором послании Коринфянам в 12 главе с 4 стиха он говорит странные слова. Я не знаю, что происходило. То ли это было в теле, то ли это было вне тела. Он вне тела, тело было на земле, но он не знал, что такое может быть. И он побывал на третьем небе, присутствии Бога, слышал слова и эти слова, та фраза, которая там записана, она может быть двояко истолкована. Слова, которые говорил Господь Бог, нельзя было передавать здесь, на земле. Такие откровения были. Да, откровения, они запредельные. Они сразу же поражают человека в том смысле благодатью он спасается. или же это были такие откровения, которые он понимал там и слышал, как ему говорилось, но здесь на земле у него слов не хватало, там он все понимал. Итак, что же мне делать, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что мне делать, чтобы мне спастись? Что мне делать? Что мне делать? А что говорит Иисус? Мы читаем с вами послание к Ефесянам, вторую главу, пятый стих. А в четвертом стихе вообще. Мы мертвы по преступлениям и грехам, это ужасное состояние, но мы находимся в мыслях человеческих, а не мертвые мысли. Те мысли, которые не сломят Господа, это мертвые. И Бог, но Бог любящий, возлюбивший, любящий нас, милостивый, Он спасает, Он оживотворяет не по делам нашим. А тут написано, что мне делать? Не по делам! Это откровение тяжелое для законников. Это все те устои, структуры, каким образом прикоснуться к небесам. Это рушилось? Не по делам, чтобы делами будешь хвалиться? Практически что мне делать, чтобы наследовать? Вот я делаю, вот я изучаю закон, вот я в нем разбираюсь. Посмотрим, как ты по закону ли ответишь. Иисус же сказал ему, в законе что написано? Первое. В законе написано. А второе, он говорит, и как ты это читаешь? Написано одно, а читаешь ты как это? ты будешь это вычитывать из того, что написано, или накладывать свои мысли на то, что написано, и доказывать, что это обозначает вот то, что ты говоришь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего. замечательно. Всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью твоей, всем разумением твоим. Пять. Господа Бога возлюбил. первое, и потом описание и сердцем, и душою, и твоей силой, крепостью, и разумением, как ты понимаешь. это было одной из фраз, которая была записана в филактерии, а также и ближнего твоего возлюби, как самого себя. Итак, это фраза, которую он сказал, второзаконие, шестая глава, четвертый стих и далее. И вторая фраза, которую он говорит, и ближнего твоего, как самого себя. Это из книги Левит, 19 глава, 18 стих. Замечательно, все правильно, так и написано в законе. Так и написано. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. ты правильно сказал. Поступай так. Но нужно было бы стать довольным, что оценка Иисуса была великолепна. Ты правильно сказал. Пятерка. Так поступай и будешь жить. Чего-то не согласовывается. Какие мне дела делать? И сам законник сказал любить Бога и любить ближнего? Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Его этот вопрос, это честный вопрос, мучил. Если мои ближние и мои родственники, да, я могу это выполнять? Если мои ближние это мой народ, из которого я произошел, да, вроде бы получается. Если мои ближние это религиозные люди, да, я вроде бы все делаю. Апостол Павел сказал в 26 главе книги Деяний, вот он такой, вот он был, он старался все исполнить, и по закону он был непорочный, он все пытался исполнить, ему казалось, что он исполнял, и смерть была в его дыхании, он дышал смертью на христиан, Деяние девятая глава. Он преследовал их. Это были христиане, которые появились в синагогах, и они говорили о том, что Мессия-то пришел, и слова Мессии передавали, что он не только пришел, но он взошел на крест, он принес себя в жертву, потому что дела закона невыполнимы. Закон хорош, он описывает только лишь Бога. И Бог подарил закон людям, чтобы они, да, они могут носить его здесь, на челе, носить на левой руке в этих замечательных искусно, с любовью сделанных коробочек, но они не проникают в души человека. И поэтому нужно было приносить жертву и жертву и жертву, но жертвы не ради жертвы, а приносить, понимая, на что указывает, на кого указывала эта жертва. И эти люди, которые были внутри иудаизма и теперь читали по-другому Ветхий Завет, как Иисус сказал, вы читаете, думая иметь жизнь вечную, но в Писании все написано обо мне, потому что жизнь вечная, она сосредоточена в Иисусе Христе. И та группа людей, которая поверила 12, 70, за исключением 12 Иуды и Скориота, 70, они шли по городам и рассказывали, и исцелялись, и избавлялись люди, от чего избавлялись? Они вдруг понимали, что тот, который следует за ними, за этими 70, он является Мессией. А сколько радости было! 12 глава Евангелия от Матфея, когда Иисус изгнал бесов из одного из одержимых, это для людей было понятно, что это можно было сделать только лишь, если бы Бог это делал, если бы это сделал Мессия. И они такие довольные были, 12 глава Матфея, что их коснулось это откровение. И они поворачиваются к другим просвещенным, мужам, которые молчат. Они все это видели, но молчат. Они не смеют говорить. У них внутри там такая борьба и такое напряжение. Внутри они стоят перед Богом. Вот здесь этот человек выполнил все мессианские чудеса. Он своими действиями сказал пароль «Он Мессия». И эта группа поражена. Они ждали Мессию царя, который победит Римскую империю. Они в шоке от того, что они видят. И они пытаются оправдать себя. И внутри Господь видит их оправдание внутреннее. А тут радостные эти люди. Ну, конечно, они не такие просвещенные, как служители закона. И что сказали люди? Не мессия ли это? Помните Евангелие от Иоанна, 4 глава? Как удивительно сказала Самарянка, которую Господь простил. Она освобожденная от своего греха, прибежала в свой город, сияющая. Это был целый факел благодати. И люди к ней стали стекаться. Раньше они показывали на нее пальцем. Вот она грешница, смотри, так не делай, будешь такой же. А тут сходка произошла в этом городе сихарь. И они прибежали к ней. Она рассказывает и рассказывает, что вы знаете, я встретил такого человека у колодца, который рассказал мне все, что я сделал. Ну, что ж ты радуешься, это же так отвратительно. Он простил меня. они слышали, что по иудее ходит человек, который прощает грехи. Они слышали о том, что ропот идет, кто он такой, что имеет, что говорит, прощает грехи. Грехи свои прощаются. И она для себя обнаружившая, не только обнаружившая, но и получившая подтверждение со стороны Иисуса, да, я, я Мессия. И она говорит этим людям, самарянам в городке Сихарь, идите, посмотрите, не Мессия Леон. А для себя я, я так думаю, у него мысли, а для себя-то я открыла. И они пошли, они побежали, весь город снялся с места, и они побежали туда и возвращаются оттуда. Такие радостные и говорят, мы верим уже не по твоим словам. Какая радость, какая евангелистка, не по твоим словам только. но мы сами слышали. Кроме того, Иисус согласился пробыть там два дня в Самаре. Прочтение закона будоражило сознание и при самоличном истолковании порождало следующее. мы не такие, как другие люди. У нас есть Писание здорово. У нас есть закон, мы его стараемся выполнить, но не получается. Но у нас тогда есть жертва, у других этого нет. другие слушали и верили, становились празелитами, им нужно сначала было стать похожими на евреев и внешне. они думали, что у них есть спасение через исполнение закона. И ради этого они приносили множество жертв. И внутри появлялось успокоение. Но это не было из успокоения от Бога. Те в 12 главе в Евангелии от Матфея, когда к ним обратился народ, они сказали то, что думают. Они сказали, он изгоняет бесов, он творит эти чудеса силой князя бесовского. Вот и все. А ведь они внутри ощущали эту борьбу. Нет, нет, это неправильно. Такие чудеса может выполнить только Мессия. Иисус сказал, если бы вы понимали, что я только человек, и сказали бы это, вам было бы прощено. но так, как вы понимаете духовное откровение, такие дела может выполнить только Мессия, вам не будет прощено. И в этом веке, и позже. Он сказал откровение. это был приговор по откровению Иисуса. Эти люди, он видел их уже всю, вплоть до их смерти, они не примут его. И в будущем тоже не приняли. Иисус сказал этому человеку в 28 стих, ты правильно отвечал, отвечал правильно, теперь так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? я теряюсь. Я понимаю, что что-то неправильно. И он, пытаясь оправдать себя, сказал эту фразу. Иисус стал рассказывать притчу. Но об этом мы поговорим в следующий раз. И он опять повторил. А вот теперь так. делай. И суть всего заключалась в том, что ты любишь Бога. Замечательно. Бог над тобою работает. Это он делает доброе дело для тебя. Это он изменит тебя. Это ты нуждаешься в помощи. и помощь для тебя пришла. И помощь, и помощник, и спаситель прямо перед ним. И нужен еще процесс, когда в конце концов, как это произошло с Никодимом, он пришел ночью к Иисусу. Это был начальник иудейский. И он как начальник знал все эти разговоры, споры, которые там были, шепот, который произносили некоторые из тех людей, которые стали верить в Иисуса Христа. Третья глава Евангелия от Иоанна. Ночью пришел, опасаясь чужих взоров, Иисус встречает его. И признание Никодима. И мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что чудеса, которые ты творишь, может человек сделать. Правда? Он знает уже, только если с ним Бог. Иисус говорит ему, да, ты видишь меня как учителя, ты не видишь большего. Тебе надо перейти в веру в том, что Спаситель пришел. Я несколько расширяю то понимание, которое находится в словах Иисуса. Если бы там было сказано, если бы с тобой Бога не было, то ты тогда не смог бы творить такие чудеса. А он говорит, истинно, истинно говорю тебе. Если не уверуешь, то есть в него не уверуешь, тогда не увидишь Царство Божье. А что он говорил в пятой главе, в шестой и так далее, о главах книги Евангелия от Луки? Блаженны вы, нищие духом. Вы наполняетесь, и вы получаете Царство Божье. Царство Божье, кто его сообщает, передает царь этого царства. Вы видите то, что Господь открывает прямо перед ними. Всякий любящий Бога, он не спорит с Богом, он принимает его. Отец наш небесный мой, благодарный тебе за твою милость, благодать, благодарим тебя, Господь, за твои откровения. Мы благодарны тебе за эти исследования, изучения Евангелия от Луки и других писаний, которые мы уже прошли. Благодарим тебя за это особенное время посвящения. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите его в ваше сердце в простой молитве. Я ее сформулирую. Я не могу помолиться за вас. Скажите, дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, приведи в живую церковь, научи Твоему Слову, даруй благодать, любовь, прощение, ободрение. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Иисус Христос,